добрый день мои любимые зрители рада приветствовать вас на своем канале и хочу сегодня рассказать о своих средствах за ухода за волосами а я этому уделяю большое влияние все-таки волосы это это конечно если вам даны от природы красивые густые и устраивающие вас волосы то проблем нет но если у вас что-то не так как у меня и мне нравится мой цвет волос мне нравится длина густота и тому подобное то 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 приходится уделять много средств времени выискивая нужные нужные средства и тому подобное останавливаться насчет средств которыми окрашиваю я расскажу сегодня только про те средства которыми я пользуюсь которые которыми я волосы и лечу и тому подобное в основном это профессиональные средства но есть и не так начну наверное с мытья потому что ну для мытья из я использую в основном профессиональную линию раньше пробовала и такие обычные бытовые шампуни для меня шампуни это просто мытье главное для меня чтобы он промыл мои волосы чтобы они были расчесывались не путались потому что все-таки окрашенные волосы обесцвеченные волосы они требуют особого подхода и начну шампуня который я приобрела давно я как-то вам показывала у нас профессиональных магазинах продаются вот такие вот шампуни итальянские селектив индолу они есть разнообразных объемов но выгоднее всего покупать вот такие большие объемы 1000 миллилитров хватает надолго но за это время он успевает вам конечно надо есть как в моем случае сразу скажу шампунь отличный промывает хорошо но я боюсь тому что волосы привыкнут и поэтому их мытье часто меняют то есть один день одним другим другой день другим это у меня шампуни для слабых и поврежденных волос восстанавливает и очищает силу волос придаваем здоровый блестящий вид вы знаете насчет того что восстанавливать волосы я конечно в это не верю как как вы я не знаю для меня шампуни как я уже повторяюсь это для того чтобы промы волосы чтобы волосы были в чистом виде хорошо промывает но ничего больше есть у меня на шампунь в котором натуральный ингредиент то есть он без парабена без всего такого который практически не пенится это шампунь для окрашенных волос от фирмы мылов вы знаете я пыталась мыть им но как-то 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 так он промывает но вот без сульфатным шампунем нужно привыкнуть я не знаю я мою конечно пользуюсь но по душе мне больше все-таки обычные сульфатные шампуни так вот такой иногда я и пользуюсь там еще есть мне еще пока хватит давно я приглядывала с корейским шампунем профессиональным вот у меня сейчас есть коллекция корейских вообще уходовых средств для волос то есть их целая серия а сейчас я вам расскажу про этот шампунь это шампунь для сухих и поврежденных волос это профессиональные шампуни корейские шампунь то есть их там большое разнообразие это классик вот видно что где-то половина хорошо он промывает но промывает мои волосы не с первого раза то есть мне приходится наносить второй раз волосы не путает но хорошо и пенится все про него я ничего плохого не могу сказать так про другие шампуни я рассказываю других видео я не буду пока на них останавливаться давайте перейдем кондиционером кондиционер бальзам вот бальзам от этой же фирмы селектив тоже с большим удовольствием пользуюсь это бальзам для волос питает и защищает волос придавая им нужную влажность для меня бальзам это для того чтобы волосы были эластичные чтобы хорошо расчесывались чтобы не путались и большое значение для меня имеет то что чтобы волосы очень быстро не пачкались я стараюсь не наносить на корни волос так бальзам меня устраивает но как я уже сказала я их часто меня так очень не приглянулся вот такой вот шамповый бальзам то есть у меня есть вот это вот у меня это винный бальзам есть у меня такой же я показывала видео а если мне такой же он у меня уже практически заканчивается такого розового цвета очень интересный бальзам ни разу не встречала в других сериях такого бальзама он интересен тем что если вы нанесли его на волосы он сразу как бы впитывается и его не видно не чувствуется на волосах то есть даже смывать как бы не нужно но бальзам смывает смываемый поэтому если вы смывает смываете а вот у меня есть винный есть очень интересный и после него волосы тоже я вот сниму волосы хорошо расчесываются прочесываются блестят не пачкаются вот практически его заканчиваю тоже вот приглядитесь к нему тоже я им пользуюсь от корейской фирмы вот у меня есть кондиционер для волос питает увлажняет волосы защищая кутику от механического химического действия в процессе мытья сушки укладки тоже замечательные профессиональные бальзам кондиционер я не вижу разницы между бальзамом и кондиционером я не знаю в чем это я вроде как выучилась на парикмахера но как такову профессиональной разницы я не вижу для меня что бальзам что кондиционер смываемый так тоже корейская то тоже я тоже хороший бальзам для меня как для меня есть бальзамы хорошие есть и плохие которые не промывают мои волосы то есть мои волосы потом не расчесываются а есть которые расчесываются вот после него очень хорошо расчесываются и И он мне очень хорошо подошел. Чуть-чуть остановлюсь вот на этом средстве. Это бальзам, тоже бальзам, но с оттенком. Я им пользуюсь, чтобы если после того, как я окрасила волосы и прошло какое-то время, и нужно мне затонировать, я про него снимала отдельное видео. Это бальзам от фирмы Concept, тоже профессиональный, но с цветом. И он придает такой немножечко, убирает желтизну, то есть тоже замечательное средство. Очень-очень экономное, что я только с ним не делала и пользуюсь очень давно, но, по-моему, там еще очень-очень много. Для того, чтобы немножко затонировать, нужно совсем немножко. Вот это вот средство я смешиваю с обычным бальзамом, делаю вот такую вот смесь и наношу на волосы. И выдерживаю мне 5. Субтитры сделал DimaTorzok